В Тольяттинском ТУП-диспансере открыли палату реанимации для больных ВИЧ и туберкулезом. Подробности в рубрике «Болевая точка». Врач-рентгенолог больницы имени Пирогова Светлана Фомина заняла призовое место во всероссийском конкурсе. С лучшим врачом лучевой диагностике познакомимся в рубрике «Медсовет». Со спортом дружить? Здоровым быть? В областном онкодиспансере прошел первый турнир по настольному теннису. Кто из самарских онкологов? Всех сильнее, всех ловчее и быстрее. Смотрите в рубрике «Рецепт здоровья». Заболеваемость туберкулезом до выявления ВИЧ-инфекции медленно, но верно шла на спад, пока врачи не стали отмечать рост заболевших среди ВИЧ-инфицированных. Сегодня по суммарному числу больных с инфекцией туберкулеза и вируса иммунодефицита человека лидирует город Тольятти. Туберкулезная инфекция смещается в сторону ВИЧ-инфицированного населения. И вот это действительно проблема в Самарской области и особенно в Тольятти. Потому что если сравнивать данные Российской Федерации, среди первообоявленных больных туберкулезом, ВИЧ-инфицированность лет 10%, в Самарской области 22,8%, а в Тольятти 45%. И, конечно, имея два заболевания, они друг друга усиливают, протекают тяжело. При туберкулезе на фоне ВИЧ-инфекции наряду с легкими поражаются и другие жизненно важные органы – печень, селезенка, почки, поджелудочная железа, кишечник. Чтобы помочь таким больным, на базе Тольяттинского противотуберкулезного диспансера открылась палата реанимации и интенсивной терапии. Пока что в отделении шесть коек. Но даже при таком раскладе врачи-фтизиатры рассчитывают на хорошие результаты. С помощью современного оборудования, которым оснащена палата, спасти жизни многим больным и добиться перелома в борьбе со смертельно опасным заболеванием. Ведь именно туберкулез является одной из основных причин преждевременной смертности у ВИЧ-инфицированных граждан. Палата действительно оборудована по последнему слову техники. Во-первых, здесь хороший идет мониторинг этих больных всех жизненно важных функций, так как их дыхание, температура, насыщение крови кислородом. Мы газовый состав крови в перспективе будем знать о этих больных и вообще способность их к дальнейшему выживанию с такого трудного положения. Зачастую люди, которые заболели этой страшной болезнью, нуждаются не только в медицинской, но и в психологической помощи. Таких больных, как говорят врачи, важно убедить в успехе лечения. Сейчас, даже если человек заболел, беда случилась такими заболеваниями, тем более, что нужно сказать, что растет удельный вес полового пути заражения, то это не фатально. То есть туберкулез лечится, ВИЧ лечится, с этим можно жить. Есть у нас семьи ВИЧ-инфицированных пациентов, которые рожают здоровых детей. То есть сейчас ситуация в качестве том, чтобы не впадать в отчаяние, лечиться и выполнять рекомендации. О том, насколько важно увезти Самарскую область с лидирующих мест по распространенности смертности от таких социальных значимых заболеваний, как ВИЧ и туберкулез, неоднократно говорил глава региона Николай Меркушкин. Шел этот разговор давно и среди местных специалистов. Мы, в общем-то, давно ждали этого момента. Такого оснащения как бы нет пока в противотуберкулезной службе области. Такого оснащения реанимационных коек нет. При этом сюда будут попадать не только пациенты фальятинского противотуберкулезного диспансера, но и пациенты со всей области. И из Самары, и из Сызрани, в общем-то, со всей области, которым будет необходима такая помощь. Те койки, которые существуют сейчас, их, в общем-то, недостаточно. И поэтому мы очень рады, что в нашей службе это произошло, поскольку служба работает едино. Несмотря на то, что у нас есть Самарский, Сызранский, Тольяттинский противотуберкулезный диспансер, мы как бы работаем единой командой для того, чтобы помогать, в общем-то, нашим пациентам. Врачи напоминают, что риск заболеть туберкулезом прежде всего зависит от сознательности самого человека, его разумного отношения к своему здоровью. Ведь не зря говорят, туберкулез любит тех, кто прежде всего не любит себя. Завотделением рентгенологии больницы имени Пирогова Светланов имена признана одним из трех лучших рентгенологов страны. И это при том, что соревноваться доктору пришлось с лучшими специалистами крупнейших клиник и научно-исследовательских институтов со всей России. Справиться с достойными конкурентами Светлане Викторовне в первую очередь помогло то, что в ее родной клинике за последние несколько лет практически все оборудование было заменено на самое современное. А ведь врач-рентгенолог в своей работе целиком зависит от аппаратуры. Не просто от наличия аппаратов, а еще и от уровня, от класса оборудования очень многое зависит в нашей деятельности. Вот сейчас в больнице в 2011-2012 году произведена полностью замена парка рентгеновского оборудования. Мы оснащены современными новыми аппаратами 2011-2012 годов выпуска производства России, Италии, компьютерные томографы производства Германии, Японии. То есть наши аппараты высокого класса, что соответственно дает нам возможность и повысить уровень нашей работы, повысить уровень диагностики. Коллеги замечают то, что новое оборудование так быстро стало приносить практическую помощь в диагностировании заболеваний. Немалая заслуга лично Светланы Викторовны. Появилась аппаратура другого поколения. И должен был найтись человек, который сумел ее в кратчайший срок ее сводить. Это событие на самом деле. И как раз Светлане Викторовне это удалось. Вызывает всяческое уважение, безусловно. Когда я еще училась в институте, было суждение такое, что рентген – это рентгенология и вымирающая профессия. Но за последние буквально десятилетия наша специальность сделала очень большой шаг вперед. Это и появились компьютерные томографы, это и магнитно-резонансные томографы, и позитронно-эмиссионные томографы. То есть наша специальность совершенствуется и буквально идет вперед семимильными шагами. Но доктор уверена, что почивать на лаврах еще не время. Еще не весь передовой опыт мировой медицины нашел применение в больнице имени Пирогова. Да и молодое поколение врачей, которые идут работать в клинику, многому еще нужно научить. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом, потому что есть и ряд методов обследования, и методик, которые нам предстоит еще освоить и внедрить в нашей клинике для улучшения качества диагностики. Поэтому поле для деятельности обширное. Возможности оборудования нам позволяют это делать. Наличие молодых специалистов, которые заинтересованы, которым это хочется освоить и познать, у нас есть. То есть мы готовы и для себя план мероприятий наметили. 6 октября в колонном зале Дома Союзов в Москве врач Светлана Фомина будет получать свою заслуженную награду, которая, как уверены коллеги, нужна не только ей, но и ее пациентам. Для врача важно, для пациента важно, все-таки нужна какая-то оценка. Тогда, когда надо поверить врачу, поверить его точки зрения, поверить его рекомендациям, надо все-таки составлять впечатление. И если у врача есть какие-то регалии, это все-таки для пациента успокаивающий фактор, безусловно. Ну а на будущий год, кто знает, возможно, Светлана Фомина вернется в столицу и за главной наградой. Задор есть, но почему бы не попробовать и получить первое место. Вместо сигарет в руках ракетки. Сотрудники Самарского онкодиспансера сказали, «Курению нет» и сразились в настольный теннис. В игре несколько команд, но лозунг один – медработники против табакокурения. Медработники за здоровый образ жизни. В наше время, когда образ жизни, к сожалению, становится малоподвижным, я думаю, что это становится все более и более актуальным. Тем более, сейчас недавно принят закон о борьбе с курением. И чтобы отвлечь людей на спортивные мероприятия, отвлечь от нехороших пристрастий, скажем так, администрации было принято решение, остаток обеденного перерыва и те перерывы, которые предусмотрены на отдых, используют для проведения таких спортивных мероприятий. Борьба была упорной. Игроки сражались за каждое очко в партиях. Недаром говорят, что настольный теннис – это игра для целеустремленных людей. Кому как немедленно в настоящее время быть во главе, собственно, всех спортивных мероприятий. Против рака легких, против табакокурения. Это воспитывает, опять же, дух спортивный, командную игру. Это дух соперничества, что, конечно, мы будем надеяться, что люди будут меньше курить, а больше заниматься спортом. Зарядиться положительными эмоциями и проявить физическую активность смог каждый желающий. А таких оказалось немало, причем не только среди мужчин, но и женщин. Впечатлений вообще масса, весь такой позитив, потому что это так все, побольше таких вот мероприятий. Многие сотрудники, как выяснилось, знакомы с игрой не понаслышке. В детстве занималась в школе, вот поэтому было очень приятно, когда наша администрация и наш профсоюз решили вот подобного рода мероприятия организовать. Мне главное, кажется, главное играть, быть активным в этой жизни. Не важно, во что ты играешь. Потому что можешь себя проявить в каком-то одном виде спорта. Ну, я вижу, здесь коллектив спортивный. Молодцы, конечно, все играют. В общем-то, приятно видеть. Даже вот женский коллектив нашего диспансера поддерживает эту инициативу. Очень приятно. И очень даже хорошо играет. Любо-дорого посмотреть. Игра в теннис требует отличной отдачи и полной концентрации внимания. Врач-онколог Андрей Копылов занял среди мужчин почетное первое место. Он продемонстрировал гостям мастерское владение ракеткой. Приятно победить. Первый раз. Концентрацию. Уверенность в себе. Настрой на победу. А в работе потом помогут эти качества? Конечно. Мы с пациентами вместе сражаемся с раком. Пока что это был первый турнир подобного рода. Но врачи-онкологи выразили надежду, что их, к примеру, последуют и другие лечебные учреждения губернии. Редактор субтитров А.Семкин